Друзья, добрый день. Несмотря на то, что я, знаете ли, являюсь ютубером Аризона РП, и можно даже сказать, что я, там, знаете, амбассадор, потому что сколько мы с ними сотрудничаем? Три года, там, не знаю, два, три, четыре, восемьдесят пять лет, это не важно, потому что Аризона РП, это вы сами понимаете, что это стабильность, это надежность, это уверенность в завтрашнем дне. В общем, если Аризона РП откроет свой банк, в котором будет раздавать кредиты, мне кажется, это будет единственный банк, в котором будет, так, знаете, не страшно взять кредиты, потому что, ну, хотя, ладно, мы зашли немного не туда, кто мы, я же вам все это рассказываю, и я зашел немного не в ту стызю. Так вот, о чем я вам сегодня хочу сказать? Несмотря на то, что я являюсь ютубером Аризона РП, про другие проекты я вам рассказываю, как бы это ни было странно, потому что Аризона РП на сотрудничестве разрешает и это мне, ну, хотя, может, еще кому-то, но вот у меня, знаете ли, новостной контент, новостные вот эти вот все видеоролики, вот у меня такое прокатывает. Как у других там людей все это происходит, я не имею ни малейшего понятия и даже, знаете ли, представлять не хочу, не могу и не буду, что там вообще имеется у других людей по поводу всего вот этого вот, знаете ли, контента, сервера, проекта и рекламных каких-то своих обязательств, потому что сегодня я с вами обсужу проект СамПРП, а точнее их вот такой, знаете, челлендж, который они запустили там или не челлендж, то есть, в целом, вот эти вот все ребусы от GTA СамПовских серверов, ладно, давайте не будем забегать вперед, это я сначала прочитаю новость, чтобы вы, так знаете, по сторитейлингу шли, чтобы вы вообще понимали, что происходит, а потом я вам уже расскажу о том, что я обо всем этом думаю. СамПРОЛИПЛЕЙ, это проект такой в GTA СамП, если мало ли кто-то не знает, ежедневно публикуют в паблике цифры, которые, вероятно, отсчитывают дни до выхода обновления, причем дата выбрана не случайно, в назначенный день будет ровно год со дня объявления о гибели руководителя проекта Семена Иванькова. По-моему, вот имя у него такое, как раз-таки Семен, и чтобы подписывайтесь на канал, мой Семен, там выпуски ДК, все прочее, а фамилия у него, по-моему, другая, но так как это у нас Лайф СамП, Рома Злобин, и вообще там, знаете, вот эти вот все смешные посты от GTA СамПовских ютуберов, от всех прочих людей, то, разумеется, тут мы, знаете, каких-то вот таких точных сведений не узнаем, какая там фамилия у Семена Иванькова, Семен, не Семен, Иваньков, Вячеслав, может быть, он вообще слава, я не знаю, кто он такой-то в самом деле, и так далее, умер, не умер, ну, в общем-то, никогда не узнаем, если бы, там, знаете, Лайф СамПу сказали, что там, я не знаю, Семен воскрес, они бы такие, типа, о, так Семен-то воскрес, официальная новость, заявляем, это подтверждают ютуберы, ютуберы все это обсуждают, это и все происходит вот так, знаете, гладко. Однако, я, так знаете, в Лайф СамПе-то забанен с уже давних времен, если кто-то, мало ли, обо всем этом не знает, не понимает и не предугадывает. Вообще, вот эти вот все квесты, вот эти вот все, там, знаете, QR-коды, какие-то цифры, там, я не знаю, вот все прочее, оно было актуально, популярно и вообще имело хоть какой-то смысл раньше, когда все это только зарождалось. Сейчас ты просто хочешь, чтобы тебе прямым текстом все это сказали, может быть, я постарел, может быть, случилось еще какие-то вот эти вот все вещи, но мне сидеть, вот это, знаете, взрослому человеку, такому, знаете, интеллигентному, я бизнесмен, между прочим, я серьезный человек, мне вот это вот сидеть сейчас разгадывает для новостного выпуска, что они там хотят всем этим сказать, какое обновление будет, сидеть там, сканировать все эти QR-коды, там, вот это вот сидеть, то есть СамПРП в этом плане, они, конечно, опаздывают очень сильно. Это нужно было делать, я не знаю, может быть, года три назад, может, лет пять назад все это прокатило бы, чуваки бы такие, о, фига, СамПРП что-то задумали, СамПРП что-то там заделали, что-то там у них скоро будет, что-то вот это вот все, 2016 год, мы такие, типа, о, фига себе, ничего себе, там все вот так происходит, там все вот так делается, То есть, я, в самом деле, я не знаю, как, вот, зачем, для чего, просто, там, не знаю, какие-нибудь отчет дней, видите, там, осталось там 10 дней, осталось 8 дней, осталось там 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дней, и все, и все уже будет тогда, а вот это вот все делать, я не знаю, я не эксперт, опять-таки, во всех вот этих вот обновлениях, я ничего не знаю насчет того, как нужно правильно вести сервера, из меня PR-менеджер был бы никудышный, потому что я вот ненавижу промокоды, вот эти вот все промокоды, вот эти все прочие вещи, и вообще, какой-то вот это дроча на все вот эти вот цифры, по приходам, я вообще все это ненавижу, и, как я понимаю, я был бы из-за этого плохим PR-менеджером, потому что мне многие пишут, мол, да ты чё, да статистику по промокодам, ее надо отслеживать, там, сколько пришло, сколько ушло, сколько докачалось там до 5-го левела, мне все это противно, мне все это неинтересно, меня вот недавно звали, там, PR-менеджером на какой-то проект, на какой-то сервер, я говорю, вы чё, чуваки, меня, серьезно, меня, я бы мог позвать ютуберов, наверное, договориться, да, хотя нет, я бы не мог их позвать, в том-то всей проблема, понимаете, то есть, меня звать PR-менеджером ютуберов, когда я, у большинства вот этих вот всех GTA-самповских чуваков забанен во ВКонтакте. То есть, ну, это самое глупое, что можно сделать вообще в целом, в принципе. Зовите человека, который нейтрально относится ко всем вот этим вот людям, и с которым всё будет нормально. Я в ЧС, там, я не знаю, у Владислава Павлова, у Ярослава Брулёва, у Мороза Шакура, там, да проще сказать, у кого я не в ЧС, у Вертеича, да, и всё, наверное. То есть, и вот всё вот это вот как-то, я не знаю, чуваки, просто ужасно. Однако, мы тут остановились-то на чём? На том, что вот все эти мероприятия, все вот эти вот шифры, тайные коды, секреты, всё прочее, то, что он никому не нужно в целом. Никто не будет сидеть, разгадывать, смотреть. Чуваки, если бы вы это сделали хотя бы три года назад, это бы ещё возымело какой-то смысл, имело какой-то там, знаете, или успех, или вроде того. Но если вы всё это делаете для себя, там, не для того, чтобы как-то поднять обсуждаемость, медийность, хотя вы вроде на эти посты закупаете рекламу, поэтому я не знаю, насколько всё это может делаться для себя, когда вы тегнуты в самом вот этом вот лайфсампе, и логично, что вы хотите, чтобы там больше людей узнало о том, что вот у вас проводятся вот такие вот 7 мероприятий, и по всей видимости, через вот эти вот, я не знаю, сколько уже осталось, 6, 5, 4, 3 дня осталось, там, я не знаю, возможно, что через вот эти вот все дни, которые там стоит прожить, чтобы вышло, что там у вас вышло, может быть, разумеется, наверное, у вас там будет какое-то глобальное обновление, которое просто, я там, не знаю, игровой мод перевернёт с ног на голову, и для этого это всё нужно так анонсировать. В ином же случае, если всё это не так, если ваш вот этот вот мод, ваша вот эта вот вся задумка, она не такая масштабная, то презентовать её вот так лучше не стоит, потому что игроки таки будут ждать, о, 8 дней, о, 7 дней, о, 5 дней, о, 1 день, и потом выходят, и они такие, чё? То есть, вы просто убрали кулдаун у работы автоугонщика? Серьёзно? И для этого нужно было ждать 10 дней вот этих вот всех ваших, там, не знаю, ребусов, QR-кодов, всё, то есть, это того стоило, вы хотите сказать? Или вроде того? Это, к примеру, то, что может быть, типа, сам ПРП, там, троллят, там, 1 апреля, всё то и сё, там, 25 мая, может быть, ещё чё-то наподобие этого. Я не знаю, что со всем этим будет, я не знаю, как к всему этому относиться, я вообще ничего не знаю, давайте сойдёмся на этом, я просто расскажу вам про новости, расскажу вам всё своё мнение насчёт всех вот этих вот новостей, которые есть в GTA Samp, в GTA Samp YouTube, и в GTA Samp проектах, в GTA Samp на Android, и скачать бесплатно, без SMS регистрации, и там, бесплатно, сами понимаете, всё прочее. Я вам всё это рассказываю, я вам всю эту информацию даю. Что нужно от вас? От вас нужно только, вы знаете, не делать все эти ребусы, которые делает сам ПРП, и поставить лайк, либо дизлайк под данным видеороликом, написать в комментарии больше 4 слов, ну, или там, меньше 85 слов, то есть, как кому будет удобно, либо больше 4 слов, либо меньше 85, допустим, 83 слова, или 82 слова, кому как будет лучше. А также, что я ещё хочу сказать по поводу всего этого? Я играл, я снимал, и, к сожалению, сейчас я не рассказывал вам про проект Arizona RP, но я думаю, что всё это будет в будущем, и, разумеется, вы также можете играть на Arizona RP, айпишник будет в описании, там же мой никнейм Данте Коннор, там же мой промокод NoToxic54, который даст вам деньги, который даст вам славу, который даст вам женщин, девушек, и, возможно, даже прочих людей, поэтому заходите, узнавайте, познавайте, и всё это там же делайте. Увидимся тут же, завтра, и я надеюсь, что всё это произойдёт в 20.00, либо же немного попозже. Всем спасибо за просмотр, всем пока, и, разумеется, до свидания.